Сода или разрыхлитель? Очень часто я слышу, да это одно и то же, заменил и без проблем. А так ли это? Давайте разбираться. Итак, сода. В ходе соединения соды с кислой средой, кисломолочные продукты, фруктовые соки, мед, какао, происходит химическая реакция и образовываются пузырьки углекислого газа, которые при нагревании в духовке расширяются, вызывают рост теста и делают выпечку воздушной. Кстати, если в тесте не будет кислых продуктов, сода вообще не сработает, и тогда выпечка будет иметь неприятный привкус. Думаю, вам приходилось пробовать печенье с таким привкусом. Продукты, содержащие кислоту, нейтрализуют эту неприятность. Если в рецепте их нет, то соду нужно гасить лимонным соком или уксусом. Но ни в коем случае не делайте этого прямо в ложке. Реакция начинается немедленно, и весь эффект пропадет. Сод. Соедините соду с сухими ингредиентами, а кислоту с жидкими. Затем быстро замесите тесто, соединив две смеси, и сразу выпекайте. Разрыхлитель, он же пекарский порошок, это комбинация пищевой соды, кислот и инертного стабилизатора, который препятствует реакции смеси. Чаще всего это кукурузный крахмал. Соотношение подобрано так, чтобы сода прореагировала полностью и без остатка. В порошке уже содержится кислота, поэтому его используют независимо от того, есть в рецепте кислые ингредиенты или нет. Как мы видим, наш выбор в большей степени зависит от других ингредиентов в рецепте. Если в рецепте нет кислых продуктов, то используем разрыхлитель. Если они есть, нужна сода. Пищевая сода чаще используется для выпечки быстрого приготовления, печенья, кексов и оладий, в то время как разрыхлитель используется для выпечки хлеба и большинства тортов. Существуют также блюда, в которых одновременно используется и сода, и разрыхлитель. Обычно это рецепты, где в тесте много кислых ингредиентов, например, лимонные или шоколадные маффины на кефире. В таком случае сода нейтрализует кислоту, но ее мощности недостаточно, чтобы поднять тесто. Тут и начинает работать разрыхлитель. Кстати, про какао. Напомним, что обычный какао – это кислый продукт, и он будет давать реакцию с содой. А вот алкализованный какао уже нейтральный, и его лучше использовать с разрыхлителем. Подробную информацию об алкализованном какао смотрите в нашем ролике. Ссылка есть в описании. А вот можно ли заменить соду на разрыхлитель и наоборот? Нет, делать это нежелательно. Если у вас дома не оказалось разрыхлителя, то лучше приготовьте смесь. 12 чайных ложек пшеничной муки, 5 чайных ложек соды и 3 чайные ложки лимонной кислоты. И используйте ее. Чтобы заменить соду в рецепте, понадобится в 3 раза больше разрыхлителя. Но дополнительные ингредиенты в порошке без нейтрализации будут горчить. Да и результат такой замены будет сложно предсказать. Теперь вы знаете, в чем разница между содой и разрыхлителем. Ставьте лайки, мне будет очень приятно. И пишите, какие еще темы вы бы хотели разобрать и о чем поговорить. Не забудьте посмотреть, как приготовить чудесный яблочный пирог и какими бывают кондитерские сахарные сиропы. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале!